Для того, чтобы в систему безопасный город попасть, нужно сегодня финансирование. И финансирование должно быть в основном, конечно, краевое. Вот на 23-й год мы в систему безопасный город не попали, поскольку очень много городов, где действительно нужны положения определенные в связи, допустим, там в Минусинске будет серьезный праздник, юбилей города. И вот в 23-й год Минусинск попал. Для того, чтобы там действительно очень дорогое оборудование, и работать с этой системой мы должны в эту программу попасть. Вот как только Назаров включат, то в принципе в течение года настроить систему безопасных городов в городе Назарово будет очень реальным. Очень реальный. Но наш город, он не самый безопасный, не самый реальный, не с криминальным, не с трассием. Согласен. Если бы таких городов было 2-3 по территории Красноярского края, их очень много, и денег в финансировании все равно, скажем так, не так много. Но тем не менее, насколько я знаю, с Владимиром Вдольфовичем мы разговаривали, и он тоже за, и мы такие предложения в край подаем, в правительство Красноярского края. Возможно, 24-25-й год мы там будем. Ну что такое система безопасных городов? Это, естественно, едимый свод камер в одном месте. Мало того, и мы можем пользоваться в любое время дня и ночи с использованием таких программных комплексов, как Визир, для того, чтобы, ну, допустим, идентификация лица, отслеживание там автомобиля какого-то, конечно, это очень удобно. Вот как сегодня, допустим, в Красноярском крае есть такой программный комплекс, как паутина. Он у нас и в дежурной части мы видим, и в ГИБДД. Мы через паутину можем любой автомобиль отследить по всему Красноярскому краю. То есть передвижение, перемещение, во сколько, куда повернул, и так далее. Вот примерно то же самое будет с безопасным городом и по лицам. То есть мы можем лица, в том числе, лица, стоящие под административным обзором, находящиеся на розыске, фотороботы закладывать туда и так далее. То есть это достаточно удобно. Ну, попадем, будем только в ладошках работать.